Следы обуви В 19 веке появляется первая юридическая литература, в которой упоминаются уголовные дела, в которых при раскрытии и расследовании были использованы следы. Нашим экспонатом является объемный слепок ходовой поверхности обуви, который был изъят с места происшествия. На месте происшествия изымаются следы обуви, которые будут не только объемными, как в принципе здесь, но они могут быть и поверхностными. Также может встречаться дорожка следов, которая также представлена у нас на стенде. По данным следам, которые обнаруживаются на месте происшествия, можно предположительно сказать о различных факторах. Например, о поле лица, о его возрасте, о его весе, о характере его походки. Если мы говорим о дорожке следов, здесь используется несколько идентификационных факторов. К примеру, используется ширина шага, длина шага, угол разворота стопы, левый угол разворота правой стопы и так далее. Например, если мы берем как идентификационный признак длину шага, то у мужчин среднего телосложения, средний алботер, он составляет примерно 70-85 см. Тот же факт, тот же идентификационный признак у женщин на 20-25 см меньше. Или, например, если у нас есть угол поворота стопы, к примеру, здесь это угол бета, здесь это угол альфа. Можно предположительно также сказать о поле лица, так как, согласно статистическим данным, угол разворота стопы у мужчин 20-25 градусов, у женщин 18-20 градусов. Поверхностные следы также имеют свое отделение и могут быть представлены в виде следов наслоения, также и в виде следов отслоения, в зависимости от механизма следообразования. К примеру, если у вас след наслоения, это когда вещество переносится со следа на какую-либо следовоспринимающую поверхность, к примеру, на пол. Если же след отслоения, то наоборот, вещество со следовоспринимающей поверхности переносит на следообразующий объект. К примеру, если вы ступите на покрашенный только красный пол, который еще не высохал. Все данные виды следов изымаются с мест происшествий, изымаются различными способами. Данный след был объемный, он был оставлен в грунте и изъят с помощью заливания гипсовой массы данный след и изготовления гипсового слепка. Последующие такие следы, к примеру, вот этот гипсовый слепок, за фиксированным следом обуви будет направлен, мы будем или направляемся на проведение трассологической экспертизы и в основном ставятся диагностические и идентификационные вопросы. Диагностические вопросы, к примеру, может быть ставить какой размер данной обуви, обувью которой ставлен данный след, могут быть также ставлены идентификационные вопросы, если предоставляется не только слепок, но и обувь, которая изымается в подозреваемого либо обвиняемого по делу. И в дальнейшем, в ходе проведения экспертизы, данный след, зафиксированный в слепке, ну, либо на дактилоскопической пленке, либо иными способами сравнивать это с обувью и делать с собой, оставлен данный след данной обувью, либо нет.